Майкл Мелехов Да, доброе утро, Аркадий, доброе утро, дорогие друзья Ну, хотелось бы в первых строках, так сказать, моего письма выразить благодарность Ну, во-первых, радиостанции «Новая жизнь», которая дает возможность выйти в эфир, в частности, мне Ну, и действительно, есть очень интересные вещи, которые, ну, не описываются довольно обширно в нашей печати и на интернете в том числе Ну, можно я начну сразу с каких-нибудь простеньких вопросов Ну, самый простой вопрос, да Кто мы, зачем мы, каково наше предназначение? Ну, каждый из нас индивидуальность, каково наше предназначение Это все очень и очень индивидуально Вопрос действительно очень серьезный, очень сложный, спасибо за этот вопрос Вообще-то говоря, исходя из концепции ведической, веда – это знание Просто чисто вот так вот переводится знание И предназначение каждого человека – это счастье Вот, и когда спрашивают, а что такое счастье? Ну, вот счастье – знать свое предназначение, то есть обоюдно Вот, если мы знаем свое предназначение, то мы функционируем на всех трех уровнях Это body mind spirit на английском языке Или тело, дух, душа, тело, ум, душа То есть, речь идет о том, что Как узнать свое предназначение? Это самый главный вопрос И вот, астрологи это знают Ну, допустим, парапсихологи могут тоже это узнать Ну, нумерология, как часть астрологии, достаточно не, ну, такая, будем упрощенно говорить, часть астрологии Тоже об этом говорит То есть, мы родились не случайно определенного числа, в определенный день, в определенное время И вот, смотрите, какая вещь Я сегодня сделал нумерологию с сегодняшнего числа Вот давайте мы рассмотрим на примере именно этот день То есть, что сегодня происходит? Вот 8 апреля И это всего суббота Так вот, я бы так сказал, это Сатурн в квадрате То есть, о чем идет речь? Первая, восьмерка, это Сатурн То есть, люди, которые родились 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Это наши цифры, которые определяются в первой половине нашей жизни 11, 12, это все суммарное Надо просуммировать эти цифры и получить от 1 до 9 И тогда мы будем знать наше предназначение, казалось бы И вот, дата нашего рождения, дата Не полная суммарная дата Только дата определяет, как мы должны себя вести в первой половине нашей жизни Это, ну, так бы, такое правило Если, в частности, мы родились 8 апреля То мы находимся под воздействием Сатурна и Марса В созвездии Стрельца Так вот, о чем идет речь То есть, мы вышли из созвездия Водолея И сегодня мы читаем в гороскопе Все Стрельцы Все Стрельцы Ну, правильно, сегодня родились люди Под влиянием знак Стрелец Это тот знак, который восходит на горизонте В момент нашего рождения на Востоке Можете себе представить, что мы вращаемся Земля вращается Мало того, что мы вращаемся Мы еще вращаемся вокруг собственной оси То, что называется прецессия То есть, знаки, зодиак, они меняются Постоянно в течение одного дня Поэтому, когда мы читаем Все Стрельцы, все Водолеи, все Девы Все непонятно кто А это всего лишь одна часть из того Из тех качеств, будем так говорить Которые нам предназначены по судьбе Вот и все То есть, мы знаем какую-то часть всего лишь То есть, это где Солнце находилось А где планеты находились Вот как тогда быть с этим Сатурном Как тогда быть с этим Марсом То есть, где находится Луна То есть, на Востоке, допустим На Востоке Первый вопрос, который вам задают, скажем, астрологи Они задают, а где была Луна в вашем гороскопе А где Луна в нашем гороскопе Кто-нибудь знает? Но по Солнцу мы все знаем Что мы родились тогда-то, тогда-то Ну, практически все И когда мы слышим этот прогноз Это как прогноз действительно погоды То есть, и там ошибка, и тут ошибка Только здесь значительно серьезнее ошибка Потому что Одна минута имеет значение И это определяет суммарное, скажем, качество этих планет Определяет наше предназначение Ну, повторяю Нумерология намного проще Поэтому мы сделаем лодку, друзья Вы можете звонить нам в эфир У нас Аркадий По телефону 847-595-0904 595-0904 Да Я объявлю свой телефон Но этот телефон будет работать, разумеется, после эфира Кроме этого, в течение полутора часов Я полагаю, я буду занят У меня другая программа Но, тем не менее, телефон такой 847-226-9956 Ну, на всякий случай, те, кто со мной не знаком Я руководитель центра Сангетия Я не просто нумеролог Ну, это, так сказать, помогает Почему? Потому что Дело в том, когда Мы знаем, каковы наши функции Мы знаем, как нам надо функционировать в социальной жизни Сейчас мы не будем говорить про духовность Не будем говорить про какие-то энергии А мы говорим про то, как мы действуем, находясь в этом физическом, в этом материальном теле То число, когда мы родились Это наше предназначение в первой половине жизни Ну, скажем так, мы живем, ну, примерно Лет 75-80, ну, то сколько, примерно, да То есть половина первой нашей жизни Мы живем под влиянием числа или планеты Вот того дня, когда мы родились Того числа, точнее, когда мы родились А вот вторую половину Мы живем под влиянием уже следующего числа Суммарной даты нашего рождения Месяц, день, месяц и год Но у меня есть такой вопрос А время зачатия Нет, это серьезно Потому что его же, в принципе, никто не знает Но человек-то уже появился Очень правильный, очень справедливый вопрос Поздравляю, Аркадий Этого даже многие, в общем-то, и астрологи не знают Потому что всегда, ранее В те ведические времена Всегда определялось по времени зачатия Не по времени рождения Мне позвонила как-то одна женщина Или, не помню, по интернету она обратилась И задала такой вопрос Справедливый вы, кстати, с ее точки зрения У меня был срок вот такой-то Который рост наявили врачи Но по состоянию здоровья Что-то типа такого Я уже перехаживаю на два дня Что мне пришлось сделать? Мне пришлось вызвать искусственные роды Поэтому этот момент надо было бы учитывать И она задала Не повредила ли я Своими действиями Вызовав эти вот искусственные роды на два дня Не повредила ли я своему ребенку Ну, на что я ответил Нет, не повредили И вообще, ну, понимаете как Теперь получается, что Если бы она ничего не делала То, разумеется Ребенок родился в тот день Когда ему было предназначено Так сказать, свыше, правильно? Вот когда он родил То есть должно быть все, друзья, естественно Не должно быть ничего искусственного Так рекомендуется Если мы вмешиваемся в природу Мы каким-то образом Уже изменяем свою судьбу Свою судьбу Мы изменяем даже не то, что свою судьбу Сценарий своей судьбы Судьба-то есть, она одна Но сценарии этой судьбы абсолютно разные И эти вещи мы должны учитывать Поэтому, когда Мы знаем время Еще раз повторяю, зачатие А как можно узнать время зачатия? Сегодня люди не помнят даже день Когда он родился, человек Особенно, скажем, те люди Которые, ну, во время или послевоенное Время родились люди Поэтому это все достаточно, достаточно сложно Но еще раз повторяю В те времена, когда люди знали Они, собственно говоря, планировали Планировали свое зачатие Они планировали полребенка И это, безусловно, имеет свое значение У меня, собственно говоря В плане было рассмотреть Нумерологические аспекты Давайте мы посмотрим Пока звонков, допустим, нету Нумерологические аспекты Двух великих президентов Вот давайте мы их рассмотрим Потому что есть очень и очень интересные вещи Которые можно назвать совпадением А которые можно назвать, ну, к примеру, кармой Что есть, то есть Так вот Мы потом поговорим Я спрошу, что такое карма Потому что я думаю, что не все наши радиослушатели Толком понимают Да Ну, давайте я пока вот озвучу Итак Смотрите Есть какие-то вещи, которые печатаются Есть, которые не печатаются Вот я использую и то, и другое К примеру, да Ну, вот Авраам Линкольн Он родился 12 февраля 1809 года Умер 15 апреля 1865 года И рассматриваем Джан Кеннеди Который родился 29 мая 1917 года Знаменательная дата 1917 год И умер 22 ноября 1963 года Я сейчас буду рассказывать Но я хочу обратить внимание на 22 ноября 22 и 11 Это очень и очень серьезные цифры Может быть, кто-то, кто родился Нам позвонит И мы об этом поговорим Так вот Линкольн Число рождения 12 В сумме дают 3 Смерть 3 Сумма всех цифр Кеннеди Число кармы Это суммарная цифра всех Если мы сложим все День, месяц И год рождения 7 И там, и там То есть Что такое 7? Это тайна Это мистика Не будем углубляться Там очень много качеств Это до сих пор Нераскрыто убийство Правильно? Кеннеди И дальше поехали Значит, был избран Линкольн В 1860 году Ровно сто лет спустя Был избран На пост президента Джан Кеннеди В 1960 году Далее Оба были убиты В пятницу И при этом Присутствовали Их жены Далее Преемниками стали Вице-президенты ОООПОЯХ По фамилии Джансон Которые были Южанами Демократами И бывшими Сенаторами Так вот Эндрю Джансон Родился в 1808 году А Линдон Джансон Который стал Преемником Джана Кеннеди Родился Через 100 лет В 1908 году Первым именем Личного секретаря Линкольна Был Джан А личный секретарь Кеннеди Был по фамилии Линкольн Далее Джан Убийца Джан Бут Родился в 1839 году Ли Харви Асфальд Родился в 1939 году Ровно 100 лет После Этого То есть события Далее В фамилиях Линкольна И Кеннеди По 7 букв Далее Джансон Эндрю Джансон И Линдон Джансон В фамилиях В имени этих букв По 13 Далее Опять же Убийцы Эндрю Джансон Джан Бут И Ли Харви Асфальд У них В именах Фамилиях По 15 У обоих Далее У Линкольна Были сыновья Роберт И Эндвард У Кеннеди Были братья Роберт И Эндвард Далее Невесту Линкольна Звали Мэри Юнис Сестру Кеннеди Звали Юнис Мэри У обоих Президентов Было Четверо Детей И у каждого Президента Скончались По двое Детей Из четверых Причем По одному До Их Президентства То есть Совершенно Невероятное Количество Каких-то Совпадений Да Еще Есть одно Авраам Линкольн Был избран В палату Представителей США В 1846 А Кеннеди Был в 1946 Году Ровно Сто лет После этого То есть У нас Налицо Огромное Количество Совпадений Когда-то Я беседовал С астрологом Очень известным Астрологом Российским Астрологом И мы Разбирали Такого Известного Русского Великого Русского Поэта Александра Сергеевича Пушкина И Обратились Тому факту Который Достаточно Мало Известен Потому что По некоторым Еще раз Гипотезам Он Ну якобы Умер Но возродился То есть До В лице Александра Дюма Потому что Огромнейшее Количество Совпадений Его Там Не было Потом Через Определенное Количество Лет Вдруг Появился Он Начал Писать И там Были Ну как Мы знаем Эдмон Дантес К примеру У него был Главный Герой Граф Монте Кристо Узник Убил Пушкина Великой Октябрьской Социалистической Революции Как мы это знаем Ну Там был Возвращаясь к вопросу о предназначении Был такой момент Когда Провозглашен лозунг Давайте дадим власть Крестьянам Рабочим крестьянам Так вот Это категорически было неправильно Потому что существовало Точнее до сих пор Существует в отдельных странах Такое понятие Как кастовое разделение На слои И вот Удивительным образом Но Если мы Уйдем в историю И посмотрим Все-таки Чем занимался Гитлер То вот Гитлер Который был Очень и очень Ярким последователем Ведических Знаний 18 лет Кстати он получил Титул Магистра черной магии Он Занимался этими вопросами Очень и очень серьезно И У него был Свой собственный Астролог И он следовал Очень и очень Многим Концепциям Этого всего Ну В каких-то следующих передачах Мы будем разбирать Некоторые вещи Которые Ну скажем так Курская дуга Совпадение Потому что есть Курская дуга Есть Не случайно Совпадение Допустим Подводки Курск Кстати Иванка Предсказывала О том что Курск уйдет Под воду Никто тогда не понял В какую воду Уйдет Какой Курск То есть Все так в общем-то Считали что это Город Курса Ушла под водка А до этого Пять тысяч лет назад Была битва На поле Куру Кшетра То есть Это все Не случайно Это все Как бы Ну Видимые какие-то Совпадения Но это Имеет отношение Так вот Предназначение Что сделал Гитлер В свое время Когда он пришел К власти Там Внутри Германии Маленькая Германия Вдруг чуть ли не стала Ни с того ни с сего Чуть ли не стала Властелина мира Все могло Естественно Вернуться по-другому Вроде бы Да Но Главный секрет И успех Его Как это Почему Вот такое Заметное И очень серьезное Политическое влияние Что в общем-то В истории было Уже не первый раз А тому Что он следовал Вот этой концепции Разделения Строгого соответствия Своему предназначению То есть Если военачальники Они должны заниматься Военачальством Если они Допустим Купцы Предприниматели Они должны быть Купцами Предпринимателями Если они Учителя Ученые Они должны заниматься Только обучением И ничем другим Сегодня Все понятно Все развернулось Перевернулось Сегодня все По-другому То есть Люди Не следуют Своему предназначению Они Рискуют Будем так говорить Поэтому Знание Своего предназначения А в данном случае Мы говорим О нумерологии А нумерология Рассчитывает Ну в самом случае Я так рассчитываю Значительно Ну несложно Можно рассчитать Своё предназначение Вот Было у меня Вопрос Есть Да Вопрос Я например Работаю Сантехником Я узнал Что моё предназначение Вести за собой Людей Так что Я пойду Баллотироваться Куда-то Получается Мир лишится Хорошего сантехника И приобретёт Плохого политика Нет Почему ты можешь Созвать всех сантехников И быть Предводителем Сантехников Такой вариант Тоже возможен Поэтому Нет На самом деле Люди идут Против природы Вот смотри Я сейчас тебе Расскажу Один интересный Пример Который Я делал анализ Вот опять же По поводу субботы Что такое суббота И что такое восемь То есть люди Которые родились Восьмого Семнадцатого Двадцать шестого Числа Любого месяца Они находятся Под влиянием Сатурна Суббота Это день Сатурна Шаббос Что надо делать В Шаббос И чего не надо Делать в Шаббос Работать нельзя Так И Что надо делать В Шаббос Нужно думать О жизни Нужно думать О предназначении Как раз Ну может не предназначение Но надо Молиться Да Молиться Правильно Логично Ну кто молится Кто не молится Что делаем мы Мы устраиваем Генеральную уборку То есть мы работаем Правильно Этого делать нельзя Не рекомендуется Не рекомендуется Не то что нельзя Это рекомендация Как мы будем поступать Это наше дело Что по субботам Еще делаем Уходим в рестораны Поскольку В основном Не мы заняты Мы работаем Правильно Мы в субботу Устраиваем Какие то Праздники Себе То ли это День рождения То ли это Какие то Причем Переносим День рождения Если попадает На средний четверг Мы это делаем В субботу Не рекомендуется Делать в субботу То есть Есть люди Которые Соблюдают Это не то что Эти обычаи Они может уже И забыли Эти обряды А почему Они стали соблюдать Но это было В общем то Мы сейчас говорим О лунном комендаре На самом деле Так вот Воскресенье Выходной день Это у нас На западе А на востоке Это в общем то Рабочий день Но если мы хотим Сделать какое то К примеру Мероприятие Торжественное Ну так делайте Его на воскресенье Или на пятницу Но в субботу Этого делать Не рекомендуется Так что Эти вещи Надо знать Ну Желательно Их соблюдать Иначе Если мы идем Против природы Возвращаясь К тому Примеру Который я хотел привести Стахановское Движение Алексей Стаханов Благодаря которому Вот По имени Которого Было названо Это движение Когда он Выполнил Неизмеримо Сколько этих норм Казалось бы О чем идет речь То есть сегодня Наверное Уже немногие Это помнят Или вообще Не знали Когда-либо О том что В общем то Работал не один Стаханов Но что он Сделал Что он сделал Он ввел Понятие Разделение Труда То есть он Был Забойщиком А там Были люди Которые Были укладчиками То есть они Все это Подносили Разносили И действительно Все Но он Был Забойщиком Но все Планировалось Так вот Я когда посмотрел Дату Разделения Сейчас я на память Не помню Есть у меня Где-то Этот анализ Наверное В блоках Сангейтс Радио И там Он родился Насколько я помню 30-го числа Короче говоря Вот я родился 30-го числа То есть я По определению Ну как бы Учитель То есть я Это дело в том Что не потому Что это вот Такой вот Титул Или такой статус Но дело в том Что все определяется Планетами А вот Единица Это Солнце Мы об этом говорили Поэтому Воскресенье Это Сангейтс Это солнечные люди Это люди Ну обладающие Определенными качествами Вторник Это планета Луна И качество Луны Те которые родились Ну скажем 2-го, 11-го Там 20-го числа Так вот Если человек родился 3-го числа 12-го 21-го И 30-го числа То он находится Под влиянием Планеты Юпитера Вот Эта Пахота Вот это Стахановское движение Работа Это Сатурн Но никак не Юпитер То есть Человек Выполнял Не свое предназначение То есть Он мог планировать Он мог делать Все что угодно Он мог обучать Но самому Ему не рекомендовалось Быть Этим заниматься То есть Человек шел Против природы Это по поводу Аркадий Надо быть сантехником Или быть Предводителем Каманчик К примеру Да Так вот Он закончил Свою жизнь В сумасшедшем доме В итоге Но он запил Хорошо Он запил То есть Это дискомфорт Это дискомфорт Да Он был действительно Пьяницей И это Да Белая горячка Он от этого умер Но дело в том Что Его предназначение Было заниматься Обучать Вот он это делал Кстати Он это делал Очень и очень неплохо Но не быть забойщиком В шахте То есть Он шел против природы И рано или поздно Вот Чем это все закончилось Поэтому Мы родились В какой-то день Благодаря тем качествам Которые мы Привели Ну принесли С собой Из тех воплощений Это уже Теперь мы Говорим О совсем о другом Это теперь мы говорим Да Камерзный вопрос Есть Но Пушкин Явно Шел по Своему предназначению Потому что Он явно должен был Писать стихи Но тоже плохо Курыч Откуда это берется Нет Тут есть Действительно Очень и очень Серьезные вещи Он делал Ну мы же Как Там очень много Нюансов Во-первых Пушкин не только писал Стихи И так далее Пушкин был еще Очень и очень Любвеобильный Немножко Женщин любил Да Немножко Да Ну наверное Это Никто не возбраняется Но Наверное Он это было Не немножко А чрезмерно И тут были Нюансы Но тут самое главное Даже не сколько Там он любил Женщин Сколько у них было Тут момент какой Он действовал Достаточно Ну как Верот Это говорят Да Ну хаотически Он действовал Как-то непонятно Для очень многих людей Ему говорили Не ходи туда Ходи туда Потому что Снег башка Ну и так далее Нет Ему предсказывали Император ему говорил Да не надо тебе Нет Он пошел Сражаться Вот тут он выполнил Не свое предназначение А предназначение Сражаться Это Александр Македонский Да Который тоже Кстати Исполнял свое предназначение Неправильно Да Он был действительно Предводителем Лидером Завоевателем Я рассказывал уже Наверное О этой притче Когда он пришел К Платону Да И завоевывал Завоевывал А тот говорит Так и чего Не завоевываться Я вот сейчас Отыхаю Не надо никого завоевывать Так почему Он не выполнял У каждого завоевателя У каждого предводителя Каманча Должен быть визирь Туда иди Или не туда иди Тогда иди Или не туда иди Вот у У Гитлера У Гитлера был Астролог Он ошибся на один день Кстати Когда была битва За Москву Гитлер его расстрелял Он ошибся То есть Рассчитывалось Все очень и очень Серьезно рассчитывалось У Александра Македонского Была история Я наверное Расскажу Звонков У нас Все равно нету Пока В эфире Люди слушают Люди Внимательно слушают Внимают Можно сказать Так вот У Александра Македонского Был астролог На самом деле У всех Царей Полководцев У них были Можете не сомневаться Дорогие друзья Что у наших президентов Есть целая армия астрологов Причем очень и очень Серьезных астрологов Вы же понимаете Еще в давние времена Люди искали Какие-то там Тайные вещи И у них были советники И целые лаборатории И так далее У Александра Птолемей Некий Да Было дело Так вот У него был Свой астролог И вот Была такая ситуация Идут Ну Александр После всех своих Там завоеваний Там решил сделать Перерыв на денек И вот он приехал домой И решил побеседовать Со своим астрологом И вот они идут Гуляют По направлению К башне Там большая башня была И с этой башней В общем-то Все окрестностей были И вот они идут И он с ним беседует И он говорит Слушай, ты же астролог Ты же все знаешь Он говорит Знаю И ты знаешь Мою судьбу Он говорит Знаю А знаешь ли ты Свою судьбу Он говорит Знаю Он говорит Скажи мне Ну Вот ему отвечает Нам не положено Говорить Дело в том Дело в том Рассказывать Рассказывать Своему клиенту Почему Потому что Всегда существует Вероятность ошибки Мы это знаем И метеорологи Предсказывают 95% 90% Но 5% Остается Правильно О том Что дождь не пойдет К примеру Поэтому Если он ошибется То он мог В следующей жизни Родиться слепым Очень большой шанс Редактор субтитров